Благодаря видеофиксаторам теперь можно наглядно увидеть, как это случается. Только за октябрь, который еще даже не закончился, аварии на дорогах Татарстана унесли 54 жизни. И практически в каждом ДТП есть конкретный виновник. Основными причинами ДТП с погибшими у нас остается выезд на полосу встречного движения. Это 38% от всех погибших или 172 человека. Более 30% у нас погибли по причине превышения установленной скорости движения. Это 155 человек. Судя по статистике, несоблюдение правил дорожного движения для некоторых татарстанских водителей уже норма. Убийцами на дорогах, как правило, становятся обладатели огромного количества штрафов. Еще одна деталь – возраст виновников таких ДТП редко превышает 30 лет. Особенно молодежь не любит соблюдать скоростной режим. Максимальная отметка в 90 км в час в России появилась в 60-х годах, когда была принята Международная конвенция по безопасности дорожного движения. Причем эта цифра – 90 км. Выведены сложные формулы, где учтены все физические показатели, как вес машины, сцепление с дорогой и, что немаловажно, средняя скорость реакции водителя. Пары алкоголя в первую очередь влияют как раз на реакцию человека и рассеивают его внимание. Поэтому пьяные за рулем, как виновники тяжелых аварий, стоят на третьем месте. С ними сейчас начинают бороться отдельно. На улице снова выходит большое количество инспекторов. Готовится и несколько законодательных инициатив. Устощение все равно будет. Когда говорят, что это ничего не даст, я должен сказать, что статистики, которые мы сегодня имеем, устощение ответственности в 93-м году, устощение ответственности в 2005-м году, всегда давало снижение количества погибших по вине водителя, который управляет на треном состоянии. Эффект все равно будет. Эффекты ждут уже все вменяемые водители. Дороги республики превратились в русскую рулетку. Даже соблюдая правила, жертвой лихача можно стать в любой момент. Поэтому инициатива общественность прилагает достаточно радикальные. Права начать давать с 21-го года, после армии человеку. Девушкам молодым до 25 лет вообще не давать. Без прав есть, вот с такими что делать? Ну, таких сажать, да. Однозначно. Интересно, что несмотря на обилие аварий за выбоенный ям, самые страшные ДТП происходят на хороших дорогах. Будто первая российская беда пытается уберечь жизнь второй. В этом ракурсе Казань, например, самый гуманный город. Роман Королев, Амир Зальшев, ТНВ, Казань.